итак тест печати на черной ткани принтер a3 epson p600 ткани обработана праймером по новой формуле с усиленным эффектом сейчас потратить протестируем заодно праймер качество печати качество белой подложки вот я использую включенный оптический датчик для того чтобы принтер определял край листа это очень важно для того чтобы следующие проходы совпадали с точностью сто процентов то есть так как тканью на черное оптический глаз определяет край листа по белому для этого крепится на край стола вот я взял по размеру стола пластиковый уголок и двух тонким двухсторонний скотч для того чтобы крепить на ткани вот главное чтобы уголочек не смещался потому что по этому уголку на следующий проход принтер будет определять край листа и будет отступать ровно столько сколько указано программе значит картинку я подготовил ткани обработано все отсылаем столик на печать подача стала все стол стоит у нас на месте значит акрорит по настройкам выставлены разрешение печати на белый 1440 dpi на 1440 и на цветное 1440 на 1440 значит принтер у нас circolor p600 usb драйвер указан и обязательно указываем чек paper size то есть оптический датчик можно ее выключить но я не рекомендую это делать лучше работать с включенным оптическим датчиком для стопроцентного попадания на второй проход все здесь у нас дальше цвета на белый ставим максимальное количество процентов то есть максимум можно выставить max 200 значит ставим на белый 200 белого нужно много для хорошего качественного печатка и на цвет я выставил 60 так как пробовал 80 слишком много 60 попробуем 60 инк ченнел white 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 плюс ник дальше у нас стоит профиль профиль выбирается здесь акра дт 38 2 0 4 color вот он стоит профиль такой как 38 2 0 значит здесь здесь я ставлю градиент вай интерн и здесь ставлю 90 процентов для того чтобы отсекать черные цвета посмотрим как выглядит картинка в белом цвете вот так будет выглядит белая подложка вот значит переключаем на color цвете будет вот так вот значит дальше здесь white channel setting ставим все нолики вот так вот должно быть для того чтобы все четыре канала использовали белый цвет здесь по нулям обводка 0 пикселей здесь вот так вот переходим во вкладку печати и не забываем здесь указываем размер центруем картинку подступ сверху подступ сверху так как у нас планочка занимает два сантиметра я отступаю чтобы по планке не печатать пластиковой отступаем 3 сантиметра высота у меня там принта 30 сантиметров ширина 17 3 все нажимаем печать для начала ставим посмотрим что у нас белым поставим одну один проход на white печать загружается печать спринтер выйдет из пящего режима так что там у нас еще не загрузилась ждем все принтер вышел на печать принтер смотрит край листа пошла печать пошла печать вот смотрим первый проход мне кажется очень ярко не кажется так она и есть раз посмотрим на выходе потому что сразу при печати ярко потом немного краска впитывается в ткань и тускне ну сейчас посмотрим работает насос подкачивает давление в картридже слышно не слышно а а а а а а у Продолжение следует... Очень хороший результат. Очень хороший результат. Можно для надежности дать второй проход на 50%. То есть еще немного для того, чтобы добиться идеально белого цвета. Давайте таки сделаем еще 50% для надежности. Потому что чем белее у нас белая подложка, тем ярче у нас будет принт, ярче будут цвета. Поэтому не жалейте чернил для качественного белого отпечатка. Отправляем столик еще на один заход. И дадим еще 50%. То есть не 200%, как мы на первый проход ставили. А 50%. Я думаю, будет достаточно. Для надежности. И... Так, цвет оставляем, не трогаем. Дальше. Печать. Смотрим. Одна копия на white. И одну копию делаем на color. Вот. Нажимаем печать. Загружается у нас. То есть с планочкой, сколько мы проходов не делали, каждый проход будет совпадать идеально точно. Вот. Потому что принтер знает, сколько отступать. Значит, это мы делаем второй проход на 50%. Хотя, если честно, первого прохода достаточно. Ну, а я люблю сделать идеально ярко для того, чтобы цвета на втором проходе были очень яркие. Значит, можно сказать, что праймер прошел тест успешно. Это праймер собственного производства. Единственное, что в этой формуле состав полимера, который дает осадок. Его перед применением нужно встряхивать, для того, чтобы весь праймер был однородный. Вот. Когда он постоит, полимер садится. Поэтому перед применением его нужно как следует потрясти. Вот и все. Но зато эффект, сами видите, очень достойный. Принтер хочет на второй заход для печати уже по белому цветным. Поэтому он сейчас ждет. Отправляем опять столик на второй заход. И нажимаем возобновить. Отправляем. 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 60 достаточно чтобы добиться ярких цветов насыщенных я думаю это единственный а3 принтер который способен так качественно печатать по черным тканям то есть и белым и цветом все принт готов осталось запечатать его под термопресса температура поляризации чернил 165 градусов 3 минуты на черных тканях за белый цвет достаточно долго сохнет поэтому около трех минут чтобы хорошо держит держала стирки и не отваливалась вас ничего